Эти ребята не просто мастера слова, они увлечены любимым делом, хорошо учатся и главное, у каждого из них есть мечта. Поэтому их и их педагогов сегодня принимали в торжественной обстановке в кабинете начальника управления образования, где Наталья Микютюк вручила ребятам дипломы за победу в краевом конкурсе сочинений «Имя Кубани». Это маленькое признание, как путевка в жизнь, где главное верить в свои силы и идти уверенно к цели. Мы воспитываем детей на уроках, конечно, литературы, воспитываем их и учимся ему прекрасному и любви к родине, конечно. Девятиклассник средней школы номер 4 Серафим Галушка мечтает стать хирургом. Учится дополнительно в Кубанском государственном университете, он победителем номинации «Молодое имя Кубани». В своем сочинении Серафим рассуждал о силе воли и спортивной целеустремленности. Илья Макарчук, как две капли воды, похож на своего деда Аркадия Макарчука, погибшего в Афганистане 20-летним парнем. Неслучайно сочинение внука стало самым лучшим в номинации «Боевое имя Кубани». Савелий Синькевич прислушался к совету бабушки и написал о трудовом имени Кубани. Сочинение стало призовым. А Мария Иванова, девятиклассницу из средней школы номер 3, вдохновила на сочинение «Судьба матери Марии». Все души, то есть что чувствовала, то и писала. Мне понравилась эта героиня, эта мать Мария, которая очень многое сделала для всех. Она жила для того, чтобы дарить людям жизнь, дарить людям радость, чтобы жить. Она жила не ради себя, она жила ради других, помогать им. Десятиклассница средней школы номер 12 Лиза Королева, победительница конкурса в номинации «Благотворительное имя Кубани», мечтает стать актрисой. Пока участницы душевной встречи «Пили чай», Елизавета исполнила любимые песни. Есть приятные обстоятельства, я люблю тебя, это здорово. Хочется верить, что разговор за этим столом укрепил ребят в мысли о том, что их имя тоже может быть вписано в историю города.